Торжественное мероприятие Город воинской славы и открытию Года воинской славы в Тверской области объявляется открытым. Дорогие друзья, не сомневаюсь, насколько значен сегодняшний день для нас. И день сегодня по-настоящему добрый. Несмотря на зимнюю, холодную, морозную погоду, Город Тверь согревает в наших сердцах. Город, в котором праздник Дня народного единства 4 ноября указан президентом Российской Федерации Дмитрия Анатольевича Медведева был удостоен звания Город воинской славы. А вчера из рук главы государства получили почетную грамоту, подтверждающую этот высокий юридический. И все мы, и жители города, и жители Тверской области, испытываем глубокую благодарность. Благодарю президенту за это решение. История оценена по достоинству. Я искренне благодарю всех тех, кто стоял у истоков движения по присвоению этого высокого звания. Прежде всего, ветеран, наших общественных организаций. Не только участников войны, но и тех, кто восстанавливал город Калинии. Тех, кто формировал индустрию, формировал культурную составляющую нашей столицы. Конечно же, молодежь, которая подхватила. И партию Единая Россия. Тех депутатов Государственной Думы, в том числе и Василия Владимировна Благовича, которые поддержали это решение и сделали так, что Комитет Победы принял практически единогласно это решение. Высокое звание Твери – это без преувеличения, это новый этап жизни города. При этом и высокая ответственность. И он должен стать новым этапом позитивного социально-экономического развития. Усиление духовно-культурного воспитания и расцвета науки, искусства, культуры. А стержнем, основой должно быть понимание того, что мы живем, мы все живем, в городе Ирманский слава. В городе с великой историей. Воспитавший великих людей, которым мы обязаны. Обязаны и своей жизнью, и тем, что мы живем, и можем работать. Должна быть переосмысленная и усиленная работа по патриотическому воспитанию молодежи. Это первое. И начинать ее надо не со школы даже, а с дошкольных учреждений. Дети должны знать историю нашей территории, историю нашего региона, во всем его многообразии. Не только по великим дамам, не только по великим сражениям, а начиная с самого основного – с культуры и природы. Вы знаете, этот год, который губернатор провозгласил, годом воинской славы, мы действительно должны вложить те основы патриотизма, уже исходя из новых реалий, то, что мы стали городом воинской славы. Так случилось в истории, что нашему поколению мы будем честь получить это высокое звание, которое достигнуто всеми нами и нашими предками за много-много лет. И это очень дорого стоит. Это на нас накладывает огромное ответственность. Мы должны нашим детям передать красивый цветущий город. Я тогда выступал с ответным словом. Я сказал, что, мид Родич, в Новгород и Твери есть все возможности для процветания. У нас 20 высших учебных заведений и фериалов, 158 научно-исследовательских учреждений. У нас разница промышленность. И только в гармоничном сочетании науки и промышленности мы можем развиваться. И это на самом деле так, исходя из того, что сейчас происходит модернизация, и мы можем как раз вот это гармоничное сочетание в нашем городе утворить жизнь. Я истинно вас поздравляю с этим великим событием, присвоенным городу Твери, высокого звания города воинской славы. Слава нашему городу! Среди наших святого 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 военного училища Многих Чапаева и Бузенова, сыновья летчиков. Пастела и Парапианова. Мы гордимся тем, что являемся продолжателями славных и радостных традиций нашего города и нашей страны. А теперь мы можем и будем гордиться тем, что основу военного образования получаем в городе Твери, в городе воинской славы Российской Федерации. Пастела и Парапианова. Пастела и Парапиан Субтитры подогнали Симон.